В Одессе очередная эпопея, связанная с судом по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года. Почему слушания теперь будут проходить в Черноморске, выяснял Андрей Анастасов. Два с половиной года дело 2 мая блуждало по судам Одессы. Объявлялись отводы судей, обвинительные акты возвращались в прокуратуру, заседания срывались активистами. И вот, как постановил областной апелляционный тяжбу перенесли в Черноморск. В Одессе, дескать, не нашли свободных судей. Кто-то болеет, кто-то ушел в отпуск. Судьи боятся брать на себя ответственность. Вынести решение оправдать этих людей, это значит навлечь на себя гнев так называемых патриотических организаций. На скамье подсудимых 20 человек, пятеро подстражей обвиняются в том, что 2 мая 2014 года в центре Одессы участвовали в массовых беспорядках на стороне антимайдана. Россиянин Евгений Мефедов считает, после переноса процесса в Черноморск вряд ли рассмотрение дела ускорится. За три года у нас сейчас начинается дело с самого начала. Никому, никто не хочет знать, что вообще 2 мая произошло, кто виноват, почему были убиты люди. Дело будет целенаправленно затягиваться. Судья Олег Семенов так не считает. Неожиданно делает заявление. Заседания будут проводиться практически каждый будний день. Это при том, что всем участникам процесса придется ездить сюда из одного города в другой. Обвиняемые протестуют, дескать, нет ни времени, ни здоровья, ни денег на такие частые поездки. Особенно возмущены задержанные. Говорят, в таком случае их практически полностью лишат прогулок, полноценного питания, а стеклянный бокс, в котором их содержат, попросту не рассчитан на 5 человек. Здесь невозможно дышать, здесь невозможно присесть, здесь невозможно делать заметки, на что мы имеем полное право. Судья делает поблажку. Теперь на заседаниях подсудимым позволят сидеть в зале суда, под охраной полиции. А вот остальных обвиняемых, которые не содержатся под стражей и могут пропускать слушание в Черноморске, предупредили о санкциях. Привед, грошевое стягнение, какие-то побежные заходы, домашний арест, вынятковый, тримание под варто. Следующее заседание уже завтра. А что касается второго эпизода майской трагедии, это пожар в Доме профсоюзов, при котором погибли 42 человека, суд начнется еще не скоро. Расследование продвигается черепашьими темпами, и когда завершится, неизвестно. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности, телеканал Интер, Одесская область.